Всем здравствуйте! Сегодня 17 ноября 2021 год и сегодня я буду высаживать в открытый грунт сеянцы и подвои. Вот целая у меня такая миска, здесь косточки различные. Косточки различные. Вот например, это косточка желтой кислой алычи. Она прекрасно подходит как подвой для персика, для абрикоса, для сливы. И для сортовой алычи. Очень хороший подвой. Вот у меня здесь косточки черешни. Черешни дикой. Дикой черешни. Это, во-первых, можно использовать как сеянец, то есть из этого вырастет черешня и будет вкусная черешня. Это можно использовать как подвой для прививки черешни. Есть у меня совсем немножко, чуть-чуть вишня антипка. Вот такая она косточка маленькая. Вишня антипка используется как подвой для черешни. Есть у меня здесь... Это у меня что? Это у меня хурма. Видите? Косточки хурмы. И есть у меня здесь яблоки. Это семечки яблони. Это у меня будет как подвой для прививки яблони. Точнее, я делаю так. Выращиваю сеянец подвой. Потом делаю интерколярную вставку из подвоя какого-то там. Например, ММ-106. И потом на эту вставку уже прививаю сортовую яблону. Есть у меня абрикосы. И, в принципе, все. Вот этим я, собственно, сейчас буду и заниматься. Сейчас расскажу и покажу, как я высаживаю открытый грунт в свои подвои. Первое, с чего я начну. Нужно сделать рядок. Вот здесь я сделаю рядок. Рядок я делаю при помощи обычной тяпки. Тяпки, которой вы там пропалываете огород. Как видите, ничего сложного нет. Сделал рядок. И теперь в этот ряд я буду выпускать косточки желтой алычи. Я косточки алычи опускаю в землю довольно густо. Примерно каждые 10 сантиметров у меня, как видите, косточка. Почему я так делаю? Я считаю так. Лучше потом весной, когда это все взойдет, лишнее что-то вырвать, нежели у меня здесь будет пустое место. То есть, понятно, схожесть у косточки алычи очень хорошая. Но иногда хорошо уходит, сходит. Иногда нехорошо сходит. Иногда сильный побег, иногда слабый побег. Поэтому, если у меня там должно быть расстояние где-то там 25 сантиметров между побегами, если я прорву лишнее, удалю, у меня, как говорится, это не убудет. Но я зато защищен от того, что у меня где-то будет пусто. И еще один момент, почему я сажаю осенью. Прежде чем вырастет подвой, косточки нужно стратифицировать. Многие, я знаю, стратифицируют в холодильнике. Но я считаю, что это неподходящее место. Потому что там, во-первых, тепло. Там плюс 5, плюс 6, плюс 4. Это тепло. И такие косточки рано начинают проклевываться и всходить. То есть, начало марта уже появляются корешки. И что потом с этими косточками делать? Поэтому я за то, чтобы делать такую природную стратификацию. То есть, сейчас я их опускаю в землю. И они будут подвержены влаге, подвержены холоду, низким температурам. И когда наступает весна, когда станет тепло, они естественным путем начнут раскалываться, проклевываться, появляться корешки, появляться всходы. И еще один момент по поводу косточки. Меня часто, очень часто спрашивают. А замачиваете ли вы свои косточки перед тем, как высаживать их в землю? Нет, я не замачиваю. Вот они у меня лежали в сухой комнате. Сухие абсолютно. Я их так кладу в землю. Почему? Потому что за следующие месяцы будут дожди. Будут высокие температуры, будут низкие, будет талая вода. То есть, влаги в земле будет предостаточно. Зачем дополнительно замачивать косточку, я не понимаю. Через неделю-вторую косточка уже будет иметь столько влаги, столько ей нужно. А весной ее более чем достаточно, поэтому дополнительно замачивать косточку я не замачиваю. И вам не советую. Следующий момент. Чтобы весной не забыть, где у меня ряд этой олычи, чтобы случайно там тяпкой буду рыхлить землю, ничего не повредить, я всегда в ряды втыкаю, ну, примерно вот такие вот палочки. Обычные, из каких-то там сорных, вот такого сорного клёна, навтыкаю сейчас по всему ряду палочек, чтобы видеть, где у меня находится мой рядок олычи. Ну, или другой любой культуры, которую я высаживаю. Мне так удобно. Колышки я воткнул, теперь у меня есть рядок, его видно в любое время года, как говорится. Дальше я не поливаю, потому что земля влажная, поливать на дом с ним не вижу. И теперь нужно при помощи тяпки опять же засыпать мой рядок. Ну вот, рядок я закрыл, практически вся работа такая особенная сделана. Единственное, что хочу еще как бы отметить, обязательно меня будут спрашивать, какая глубина посадки косточек. Ну, глубина не должна быть большой, не нужно ее закапывать там на уровень колена. То есть, вот как вы сеете свою там любую зелень, какие-то овощи на огороде по сезону, вот так и на такую глубину опускаете косточку. Еще один момент. Нужно, по крайней мере для меня лично, помнить и знать, где у меня что растет. Потому что сейчас вот я помню, а на весну пройдет месяц, и я могу что-то забыть, где что посеял. Чтобы потом не вспоминать, где что растет, я всегда делаю бирочки. Бирочки. Вот смотрите, у меня колышки такие небольшие, их нужно только там на несколько месяцев. Но один колышек большой, толстый. На этот колышек я подцеплю вот такую вот бирочку. Бирочку, которую я делаю из обычной жестяной банки. Из-под напитков вырезаете полоски нужные вам ножницами из этой жестяной банки, шариковой ручкой, пишите, какую культуру вы там посадили. И при помощи такой вот обычной проволочки привязываете сюда бирочку, и вы знаете всегда, что здесь. Потому что вы шарикой и ручкой не только пишите, написано у меня алыча, но еще выдавливаете на этой тонкой жести надпись. И она всегда не стирается, не удаляется. То есть вы будете ей пользоваться не один год, этой бирочкой. Поэтому мне это очень удобно. Так, теперь следующая культура яблоня. Семечек яблони у меня очень мало в этом году, потому что я отдыхал в Турции, когда был сезон сбора таких вот семечек. Поэтому заготовил очень мало, но мне в принципе этого будет достаточно для моих целей. Алгоритм действий тоже самое. Следующая культура это косточки вишни антипки, подвоя для черешни. У меня это был первый сигнальный урожай, ягод было очень мало, поэтому вот здесь небольшой рядочек себе сделаю. Этих десяток или полтора десятка косточек я посею. Следующая культура это хурма. Это для меня чистый эксперимент. И особых надежд на эту культуру я не возлагаю. Это косточки, которые я взял из хурмы, которую купил на рынке. Не знаю, что из этого получится, но попробовать думаю стоит. Так, несколько моментов. Момент номер раз. У меня немного земли, поэтому я всегда как-то ее экономлю и рационально использую. Вот смотрите, вот здесь у меня растет петрушка. Здесь у меня растет мангольд. Я его оставляю на зиму. Это у меня такая, как бы, тропиночка ходить. То есть я оставляю мангольд на зиму. Возможно он призимует, если будет много снега или мало мороза. И весной будет зелень. А вот между мангольдом и петрушкой я сделал ряд и здесь посеял уже хурму. Потому что петрушка летом уберется и мангольд тоже потом пойдет в стрелку и уберется. А вот этот рядочек останется. И еще, следующий момент. Хурма это эксперимент. То есть я на нее особо не располагаю. Поэтому хурмы у меня ровно примерно полрядка. Вот. Это вот хурма. Видите? Такие интересные косточки. А вот отсюда уже начинается то, в чем я уверен, на что я располагаю. И во что я верю. Это косточки черешни. То есть, опять же, половина будет хурмы, половина черешни. Ну а дальше вот бирочку поставил, рядочек засыпал и вся работа сделана. Ну вот, собственно, работа практически вся сделана. По крайней мере, на сегодня. На следующий день я планирую еще дальше высаживать косточки. Но вот по этому принципу я высаживаю все. И груши, и черешню, и сливу, и абрикос, и косточки персика. То есть, все в зиму. Это идеальный вариант в открытую землю, в открытый грунт. Потому что таким образом проходит природная, так называемая, стратификация. Подготовка семян к всходу. Если есть вопросы, задавайте. На сегодня это все. Спасибо, что смотрели. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok